Дорогие братья и сестры, мы хотим устроить конкурс и разыграть книгу «Жизнеописание пророка Мухаммада. Миром и благословением Аллаха». Об условиях конкурса мы расскажем в конце видео. Пророк А.С. сказал, «Аллах не примет поклонение троих. Первый из них – Аля-Ак, человек, который непочтительно обращается со своей матерью или отцом, и который огрызается и не уважает их. Такой человек является первым из трех, от кого Аллах не примет ничего из поклонения, включая намаз, садака или любой другой акт поклонения. Нам нужно осознать ценность наших матерей. Некоторые матери из-за большой любви могут относиться к своим детям немного навязчиво. Они могут видеть в вас маленького ребенка, и что вы ничего не знаете, не знаете, как правильно поступать с тем или иным делом. Это не из-за неприязни к вам или из-за вредности. А из заботы и волнения о вас. Поэтому нам нужно ценить и понимать это. Второй тип людей из этой категории – это человек, который делает какое-то добро, а позже постоянно об этом напоминает. Такие говорят, «Послушай, я делаю для тебя то и это, так что ты должен мне быть благодарным». Они подсчитывают помощь и добро, которое они сделали для человека, а затем ожидают чего-то взамен. На самом деле, любые добрые дела, которые мы делаем людям, должны исходить от наших сердец, с целью найти довольство Аллаха. Каждое действие должно сопровождаться вопросами, будет ли Аллах доволен этим моим действием. Не нужно ожидать ничего от творения Аллаха, ни благодарности, ни справедливости, ведь Аллах все видит и воздаст за каждое действие. Третий – лживый торговец. Человек, который ложно клянется, что ему предлагали за его товар намного больше, нежели ему дают, и который постоянно клянется, чтобы заставить верующего доверять ему ради получения небольшой прибыли за свой товар. В хадисе говорится, «Торговцы делают Аллаха своим товаром, ибо они продают, поклявшись его именем, и точно так же покупают». Это очень распространено в наши дни. Мы, верующие, всегда должны быть честными. Наш риск уже определен Аллахом, поэтому если мы обманываем его творение, то значит мы не уверовали в его предопределение. И все это ради нескольких лишних копеек в наших карманах, но в этом не будет никакой благодати. Торговля – это занятие, где очень сложно удержаться от лжи. Недаром есть сообщение, где сказано, что праведный торговец будет рядом с пророками и мучениками за веру в будущей жизни. Пусть Аллах убережет нас от того, чтобы быть из числа этих людей. Итак, условия конкурса просты. Перейти на наш телеграм-канал, подписаться и нажать кнопку «Участвую». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok